МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу событий в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 11 лет прилежной учебы, и вот впереди новый этап студенчества. 19 выпускников Самарской области получили медали за особые успехи в учении. Почетные награды лучшим вручил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Какие вузы выбрали отличники, узнала мэрия Елчан. Максим Марасанов – выпускник первой гимназии. Он набрал 100 баллов на ЕГЭ по обществознанию. Высокие баллы получил также за русский и историю. К экзаменам Максим готовился самостоятельно. Парень – победитель заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву. В планах поступить в один из вузов Москвы на юриспруденцию. Делится стать судебным адвокатом, мечтает с детства. Сегодня за успехи в учебе Максиму вручили медаль. Я считаю, что это хорошая платформа для шага вперед. Надеюсь, что в будущем я смогу сделать еще больше успехов. Из рук губернатора Самарской области Дмитрия Азарова получили золотые медали 19 выпускников Самарской области. Все они – отличники и набрали высокие баллы на ЕГЭ. Успех молодых самарцев – это и заслуга учителей и родителей, отметил глава региона. Это награда признания ваших успехов в учебе, вашей активной жизненной позиции, вашего таланта, ваших навыков, компетенций. Это, конечно же, очень серьезный фундамент для успешного старта во взрослую жизнь. В этом году свыше 2000 выпускников Самарской области будут награждены медалью за особые успехи в учении. Это на 350 человек больше, чем годом ранее. Всего в регионе 126 участников получили высшие баллы по ЕГЭ. Мэри Илчан, Николай Епифанов, События. Современные детские площадки, безопасные внутриквартальные проезды и комфортные зоны отдыха. Глава города Елена Лапушкина проинспектировала дворы в Куйбышевском районе. Часть из них уже благоустроили, другие преображения только ждет. Подробнее расскажет Мария Левина. Елена Бурдаева живет в Куйбышевском районе вот уже 40 лет. Во дворное Лепиковскую-3 приходят вместе с внуками на детскую площадку, которую обустроили сами жители. Этот небольшой игровой комплекс стал местом притяжения для детворы со всей округи. Это все родители. Мы вычистили все. Тут, во-первых, были дебри. Это раньше было тут. Все вырубили. Оказалось, что тут, видите, даже эти дорожки все. Останавливаться на достигнутом жители не стали и в середине июля пришли на прием в районную администрацию с просьбой благоустроить их двор. Там посоветовали принять участие в региональной программе «Содействие» и жители написали заявку. Узнать, на каком этапе ситуация решила глава города Елена Лапушкина и выехала на место. Скоро по адресу начнутся работы, а глава Самары отправилась дальше. Следующей точкой в ее маршруте стал двор на улице 40 лет Пионерии 21. Эту большую площадку в Куйбышевском районе уже начали благоустраивать. По просьбе жителей здесь ремонтируют дорогу, а сами они облагораживают территорию. К примеру, Валентина Антонова высадила под окнами цветущий сад. «Благоустроим свой двор. Мы же здесь живем. Ну, в общем, саженцы вот такие, кустики, прутики сажали. Вставала в пять часов утра, отливала, попросили, сделали, нам вывели воду, поливали, рыхлили, пололи, сажали. Зимой заняться нечем. Я уже не могу без этого. Рассаду сажаю». Районные власти обещают, одной дорогой дело не ограничится. «У вас очень большой здесь двор, его за один год было трудно охватить. Вот смотрите, то, что мы сделали в этом году, это не значит, что мы отсюда уйдем и все забудем про вас. Это будет сделано поэтапно. Если мы пришли во двор, мы его сделаем полностью». А вот дворно-фасадный уже благоустроили по программе формирования комфортной городской среды. Здесь уложили новый асфальт, установили современный детский комплекс. «Мы недолго ждали. Ну, считайте, в 2018 году заявку подали, в 2019 год дороги, в этом году площадка детская. Скамеечки сделали для бабушек, вот четыре там лавочки со спинками, они там, ну, стружки за 80 почти всем. Они отдыхают там, сидят довольны». Волнуют жители не только благоустроенные дворы. В Куйбышевском районе две организации не могут разобраться, кому принадлежит котельная. Как результат, страдают жители, оставшиеся без горячей воды. «У нас отключили горячую воду вчера вечером. Жители остались без горячей воды. Долотной в шесть, вся Долотная до дороги». «Ну, 41 дом у нас отключил, жилой». «Да, да. И вот нельзя как-нибудь разобраться с этой ситуацией». «А вас как зовут?» «Елена Михайловна». «Елена Михайловна, проблема у нас такая острая, достаточно стоит. Мы занимаемся ей непосредственно. Мы уже в прокуратуру обратились, в СИФАС обратились, и район контролируется с своей стороны. Точно мы вас без отопления, без горячей воды не оставим». Сейчас, пояснила глава Самары, городские власти держат эту ситуацию под контролем. Все необходимые документы отправлены в соответствующие ведомства. «Безусловно, мы жителей не оставим ни без горячей воды, ни без отопления в отопительный сезон. Максимально принимаем меры для урегулирования данного вопроса, данного конфликта. Надеюсь, что в ближайшее время мы все-таки найдем выход из ситуации, и жители у нас окажут из горячей воды». За лето по национальному проекту «Жилье и городская среда» в Куйбышевском районе преобразят в пять придомовых площадок. И еще несколько по губернаторскому проекту «Содействие». Кроме того, в десяти дворах отремонтируют внутриквартальные дороги. Закончить все ремонтные работы должны к началу осени. Мария Левина, Сергей Баскин, Василий Калдашов. События. Против точечной застройки и отсутствия долгосрочных планов по развитию территории. В Самаре уже в четвертый раз прошли публичные слушания по проекту межевания 109-го квартала. Это участок внутри улиц Вилоновская, Садовая, Ульяновская и Самарская. Жители отмечают, что новые многоэтажки увеличат нагрузку на социальные объекты и коммунальные сети. Что предлагает застройщик, расскажет Андрей Горгуленко. Публичные слушания по проекту межевания территорий 109-го квартала проходят уже в четвертый раз. Квартал находится в границах улиц Вилоновская, Садовая, Ульяновская и Самарская. Но впервые встречи в таком формате. В актовом зале 12-й школы заинтересованные жители сидят в масках и соблюдают социальную дистанцию. Для тех, кто из ограничений не смог прийти, администрация Ленинского района организовала видеотрансляцию слушаний. Предыдущие проекты как межевания территорий, так и застройки квартала жители забраковали, поэтому они были отклонены. Мнение большинства стало решающим в решении городских властей. Основные замечания были по высотности застройки предполагаемой, а также по наличию социальных объектов. И по соблюдению всех охранных зон, связанных с нахождением объектов культурной наследии на этой территории. Поэтому все требования жителей, они понятные, они обоснованные. В этот раз строительная компания, которая владеет несколькими участками на этой территории, представила вместе с проектом межевания территории предварительный план застройки части квартала. Фирма хочет возвести девятиэтажный трехподъездный дом с подземным паркингом и с помещениями на первом этаже, предназначенными для детского сада на 45-50 мест. При этом от своей предыдущей идеи построить несколько 17 этажек компания отказалась. Особо следует отметить, что потенциальное строительство не нанесет вред объектам культурного наследия, расположенных в 109 квартале. Проектирование и строительство будет вестись за строгим соблюдением охранных зон и зон регулирования хозяйственной деятельности и застройки объектов культурного наследия. К новому проекту жители 109 квартала отнеслись по-разному. Мнение «за» высказали горожане, надеющиеся на снос ветхих домов и скорейшее благоустройство территории. Главное замечание высказывающихся против – компания не предоставляет комплексный план развития территории. Жители опасаются, что участок, на который нет полного проекта планировки, может быть впоследствии точечно застроен многоэтажками, и при этом не будет сохранен облик исторического поселения города. В связи с этим возрастает опасность застройки территории с сотными домами, что приведет к дополнительной нагрузке на коммунальные сети, а также на существующие школы, поликлиники, дошкольные учреждения Ленинского района. Теперь администрация района подготовит протокол собрания, где отразят все мнения и замечания жителей, которые были озвучены на слушаниях, а также были переданы районным властям в письменном виде. После чего документ передадут на рассмотрение в городской департамент градостроительства и в дальнейшем в администрацию города для принятия окончательного решения. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Из Самары в Санкт-Петербург теперь можно будет добраться за 18 часов, тогда как раньше дорога занимала 39. Для предпринимателей разработали новые меры поддержки, а цена на золото побила очередной рекорд. Все подробности в нашей рубрике «Новости экономики». Здравствуйте, это «Новости экономики». Расскажу о них я, Светлана Кудрявцева. Российская валюта понемногу укрепляется. На 5 августа Центробанк установил курс доллара на отметке 73,38 рубля. Американская валюта снизилась на 78 копеек. Евро на четверг – 86,50 рубля. Европейская валюта снизилась на 72 копейки. Нефть марки «Брент» на 13 часов 4 июля – 45 долларов 6 центов за баррель. Она подорожала на 1,26%. А вот цена октябрьского фьючерса золота превысила 2000 долларов за тройскую унцию, обновив тем самым исторический рекорд. Эксперты связывают рост стоимости драгоценного металла с неопределенностью из-за пандемии коронавируса. Золото расценивают как способ защиты от инфляции и обесценивания валют. Всего с начала года оно подорожало более чем на 25%. Аналитики Goldman Sachs предсказывают рост цен на золото до 2300 долларов за унцию в течение года. Еще один способ сохранить деньги – вложиться в недвижимость. Правительство активно стимулирует развитие строительного рынка. На днях снизили первоначальный взнос по льготной ипотеке с 20 до 15%. Подробнее об этом в сюжете. Галина Кутумова переехала с семьей из пригорода в Самару несколько лет назад. Говорит, всегда хотела жить в большом городе, но на новую квартиру не хватало средств. Пока приходилось оплачивать съемное жилье и одновременно копить на первоначальный взнос по ипотеке. Изначально мы хотели брать вторичку, так как дешевле, а когда ипотека снизилась под 6,5%, мы решили взять в новостройках. Все-таки новые квартиры и жить неприятнее. Но пока нас останавливает только первоначальный взнос. Теперь мечта о покупке квартиры может осуществиться быстрее. Правительство снизило взнос по ипотеке с 20 до 15%. По мнению экспертов, благодаря этому свои жилищные условия смогут улучшить более 300 тысяч российских семей. Льготная программа рассчитана до 1 ноября этого года. Когда домохозяйство или гражданин принимает решение о том, взять ипотеку или нет, купить квартиру в кредит или нет, он всегда смотрит на объем своих накоплений. Хватает ли ему средств для того, чтобы нести первоначальный взнос. Потому что 1,5% о стоимости жилья действительно достаточно крупная сумма. В банках снижение первоначального взноса тоже рады и не видят для себя дополнительных рисков. В любом случае кредитное учреждение проводит анализ платежеспособности потенциальных клиентов. И разница в 5% не играет роли при определении добросовестности заемщика. Человек, который решился приобрести объект недвижимости в ипотеку, он, как правило, осознанно идет на эти вещи, понимая, каким образом он будет этот кредит гасить, за счет каких средств и так далее. Потому что на чаше весов стоит собственное жилье. Многие граждане сегодня рассматривают покупку недвижимости еще и как способ сбережения собственных средств. А государство всячески стимулирует строительный рынок, в том числе доступной ипотекой, поскольку у застройщиков остро стоит вопрос привлечения денег. Невооруженным глазом уже видно, что покупательная способность населения снизилась очень здорово, очень резко. Финансовые возможности людей стали ограниченными. Это связано и с потерей работы многими людьми, это связано и с сокращением доходов, это связано и с нестабильностью ситуации. Поэтому рынок недвижимости сейчас по всем канонам должен был бы встать. Но мы наблюдаем вполне себе устойчивый спрос сейчас и на рынке жилья, и на рынке коммерческой недвижимости. Потенциальные инвесторы в данный период времени стараются конвертировать все свои накопленные средства, ранее накопленные средства в квадратные метры, потому что недвижимость была и есть, остается такой тихой гаванью для финансов. Если уж не заработаем, то хотя бы сохраним. При этом эксперты напоминают, ипотека – это долгосрочный кредит, рассчитанный иногда на десятки лет, и чем меньше вносится первоначальный взнос, тем больше придется затем переплачивать по процентам. Эта программа снижения первоначального взноса все-таки будет увеличивать срок ипотечных кредитов с одной стороны и увеличивать же опять размер ежемесячного ипотечного платежа. Вот этот момент, который требует серьезного осмысления. Не нужно воспринимать ипотеку как некий дешевый денежный ресурс, который взял и все забыл о нем. Кредит нужно обслуживать и обслуживать своевременно. При этом банки очень часто не делают никаких поправок. Кризис, не кризис, пандемия, не пандемия, ежемесячный платеж нужно платить. Прежде чем вступать в кредитные отношения, аналитики советуют тщательно спланировать стратегию оплаты и убедиться в стабильности собственных доходов. Из Самары запустят поезда дальнего следования по новым маршрутам. Например, Самара-Белгород и Самара-Владивосток. 21 августа из областной столицы пойдет поезд в Санкт-Петербург. Он будет находиться в пути не 39 часов, как раньше, а 18. Интерес россиян к внутреннему туризму не снижается, несмотря на то, что понемногу возобновляется международное авиасообщение. По данным аналитиков, курорты Черноморского побережья России переживают повышенный спрос на краткосрочную аренду жилья. К концу июля лидерами у арендаторов стали Симферополь, Севастополь, Новороссийск, Керчь и Судак. За прошлый месяц в Крыму отдохнули 1 миллион 400 тысяч туристов. На этом пока все. Оставайтесь с нами. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С целью преднамеренного банкротства и извлечения выгод для себя руководством организации был заключен договор, согласно которому право долга в сумме более 865 миллионов рублей получала иная коммерческая организация. В дальнейшем ООО «Мордов Девелопмент» передало в ее собственность векселя на сумму более 894 миллионов рублей. В действительности никаких финансовых взаимоотношений между организациями не было. Решением арбитражного суда Республики Мордовия ООО СДС Управления строительства признано банкротом, в связи с чем кредиторам причинен ущерб на общую сумму более 183 миллионов рублей. Ранее по уголовному делу были задержаны двое мужчин, в том числе и исполняющие обязанности директора строительной организации. А 4 августа и Алексей Гришин, являющийся соучредителем ООО, в которое входит в том числе и СДС Управления строительства. Проведены обыски по месту проживания подозреваемого в загородном доме Московской области, а также в квартире в Москве и в рабочем кабинете. Среди изъятого – денежные средства, ювелирные украшения, финансовые документы. Подозреваемый доставлен в Саранск. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения. За сутки в Самарской области зарегистрировали еще 34 случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией. Число заболевших в регионе достигло 7045 человек. Еще 119 пациентов в регионе выздоровели, 5 человек умерли за прошедшие сутки. Летом число несчастных случаев с участием детей возрастает. Несовершеннолетние больше времени предоставлены самим себе, что и приводит к печальным результатам. Чаще всего неприятности со школьниками случаются у воды. А малыши нередко выпадают из окон. Слово Марии Левиной. Восемь из десяти детских травм на пляже происходят не в воде, как принято считать, а на берегу. Многие дети боятся подходить к реке, зато активно участвуют в спортивных играх на берегу. Играют в волейбол и футбол и, как итог, ломают руки и ноги. Детей от 15 лет и старше тянет на другие приключения. Некоторые хотят выполнить акробатический номер в воде, что тоже нередко заканчивается травмированием. Если взять, допустим, поляну Фрунзе, пляж на поляне Фрунзе, это восьмой пост. Там есть пристань лодочный, такой понтон. И оттуда люди прыгают. Пытаются проплыть под понтоном. Наспор часто в состоянии алкогольного опьянения. И зачастую это заканчивается всплытием туда, куда всплывать не надо. Они бьются головой о металлические конструкции. Соответственно, кто-то теряет сознание, кто-то просто находится в таком состоянии аффекта. И им часто нужна помощь. Чаще всего травмирование и несчастные случаи происходят на неорганизованных, диких пляжах. В том числе и на правой стороне Волги. Дно там не обследовано. Ныряльщики цепляются за коряги и водоросли и тонут. Таким образом, за это лето в Самаре погибли трое несовершеннолетних. Еще несколько детей получили травмы. Хотелось бы обратиться к родителям, чтобы они проводили беседы с детьми, объясняли правила поведения, как на водоемах, в общественных местах, на улицах. Внимательно следили за детьми, за их поведением. В частности, чтобы любые изменения подростка привлекали внимание родителей для выработки каких-то дальнейших действий по предупреждению каких-либо несчастных случаев. Сохранять бдительность родителям нужно и дома. В летний период дети часто выпадают из окон. В зоне риска малыши до пяти лет, которые залезают на подоконник и опираются на москитную сетку. Медики советуют не ставить мебель, по которой может взобраться ребенок рядом с окнами. С начала теплого сезона из окон в Самарской области выпали шестеро детей. Мария Левина, Максим Гусев, Григорий Плешаков. События. С 1 сентября всем самарским школьникам начального звена положено горячее питание. Завтраки для детей будут доступны благодаря реализации январского послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию и посланию губернатора Самарской области. Если ребенок не хочет завтракать, родители могут доплатить 24 рубля за порцию. И тогда школьник получит горячий обед. Для учащихся с 5 по 11 класса сохраняются действующие льготы. Бесплатное горячее питание будут получать школьники из многодетных и малоимущих семей, сироты, а также дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья. Дети-инвалиды, которые по каким-либо причинам, а как правило это медицинские показания, обучаются не в общеобразовательном учреждении физически, а обучаются на дому. Вот для этой категории деток теперь родители имеют право получить продуктовый набор из стоимости 60 рублей в день. Получать они его будут ежемесячно в том общеобразовательном учреждении, где ребенок обучается. Еще раз уточняю, это ребята-инвалиды, которые обучаются на дому. И еще одна категория с 1 сентября, которая будет получать продуктовые наборы, это дети с ограниченными возможностями здоровья. Они получают продуктовый набор с позиции завтрак и обед, также получают один раз в месяц в той школе, где они обучаются. Собранье памятных мгновений. Более 100 снимков представил самарскому зрителю фотограф Владимир Емец. На ней город на Волке 60-х. Известные музыканты, члены семьи и друзья. В экспозиции преобладают черно-белые снимки. Как говорит автор, в них больше чувства жизни. Фотографией Владимир занимается всю жизнь. Любовь к этому занятию ему привила мама. Работы Емеца публиковались в областных, московских и зарубежных изданиях. Он был одним из авторов молодежной волны. Фотографии вошли в сборник «Многонациональная Самара». Последние несколько лет Владимир Емец снимает на телефон. Я снимал именно аналоговую фотографию на разные техники. Здесь вот элементы представлены и узкая пленка. У меня приоритет в жанрах – это фотопортрет. Мне очень нравится. Я раньше пейзаж мало снимал. Но кое-какие пейзажные здесь я поместил. Снимки более поздние. Кроме того, путешествия. Ну, Волга, Самара и современные здесь элементы есть. Физкультура возвращается в Самарские дворы и скверы. Тренеры по месту жительства в полном объеме возобновили свою работу после снятых ограничений в период пандемии. До соревнований еще далеко, но первые товарищеские матчи по футболу уже проходят. О желании играть и побеждать – репортаж нашего корреспондента. Второй тайм продолжаем в том же духе. Игру не отдаем. Играем свою игру. Под их игру не надо подстраивать. Побольше передач. Побольше просим мяч. Понятно? Больше движения. Футбольный тренер Василий Акимов в школьную команду «Арсенал» тренирует уже седьмой год. Мальчишки пришли к нему еще первоклассниками. Сегодня это уже настоящие футболисты. Некоторые продолжили свою спортивную карьеру в профессиональных командах. Но и любители, рассказывает тренер, мало в чем им уступают. А после самоизоляции желание заниматься у его подопечных стало еще больше. Мы играем вторую, так скажем, товарищескую игру. Это все-таки не соревнование. Я вижу, что желание огромное у ребят. И надеюсь, что это желание никуда не пропадет. И сегодняшняя ситуация в мире, она все-таки закончится. И наконец-то мы будем участвовать в соревнованиях. Защитник Владимир Романенко пришел в школьную футбольную команду «Арсенал» после просмотра по телевизору отборочного турнира на чемпионат Европы. Говорит, ему запал в душу матч «Россия-Уэльс». С тех пор Владимир оттачивает свое мастерство на футбольных полях Самары. Этой весной пришлось повесить бутсы на гвоздь. Но теперь команда снова вышла на тренировки. Считай, два месяца сидели без футбола, дома, не поиграешь. Теперь есть возможность. Вот игры устраиваем. Первую, к сожалению, проиграли 6-5. Команда «Фибер» была. Сейчас команда «Форс». 4-3 в нашу пользу. Футбольная команда «Арсенал» из 92-й школы звезд с неба не хватает. Но и в аутсайдерах городских соревнований не числится. В 2018 году она выиграла турнир «Лето с футбольным мячом». Пока это лучшее ее достижение. Притормозил его движение к славе в этом году ковид-19. Юные спортсмены не разыграли кубки и медали на двух главных турнирах сезона. Кожаный мяч в мае, в июле и августе – лето с футбольным мячом. Но тренеры надеются, что городской департамент спорта совместно с Самарской федерацией футбола проведут еще соревнования для любителей самой популярной игры в мире. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова